Чеченские оппозиционные блогеры Тумсо Абдурахманов и Хасан Халитов получили от киллеров, работающих на Кадырова, сотни тысяч долларов за имитацию своих смертей. Об этом пишет правозащитный проект АДЭТ. Основатель этого проекта Ибрагим Янгулбаев выпустил расследование на своем YouTube-канале, где рассказал, что в начале декабря за помощью к правозащитникам обратился некий Башир Албагачиев, чьи родственники находятся в заложниках у Кадырова. Янгулбаев узнал от Албагачиева, что его братья должны были принимать участие в убийстве блогера Тумсо Абдурахманова. Однако вместо этого с блогером заключили сделку. Свой поступок Албагачиев объяснил тем, что многие годы борется с, цитата, российской оккупацией и выступает против Кадырова. Однако, чтобы освободить своих родственников, он предложил вариант инсценировки убийства. Янгулбаев подробно в своем расследовании рассказал, как проходил процесс переговоров между Абдурахмановым и Албагачиевым, обвинив при этом блогера в том, что он за, цитата, «кадыровские деньги» согласился приостановить на время правозащитную деятельность. После публикации расследования Адат Абдурахманов опубликовал видео, где рассказал свою версию произошедшего. По его словам, в конце 2022 года с ним связался некий человек, который сообщил, что на него поступил, цитата, «очень крупный заказ» и предложил инсценировать его убийство. Блогер говорит, что сомневался, но решил попробовать, цитата, «развести Кадырова». Но я встал перед выбором. Либо я отказываюсь, и тогда я просто сижу и жду, когда кто-то придет исполнять этот заказ. Такие в любом случае найдутся, деньги все-таки немаленькие. Либо я беру это все в свои руки и делаю попытку обвести Кадырова вокруг пальца. Тумсо Абдурахманов в ответ также обвинил Елголбаевых в том, что они за публикацию получили 50 тысяч долларов от Албогачиева. Хотя в своем расследовании называют эту сумму символической. Албогачиев также сообщил Адату, что аналогичная сделка была заключена с другим оппозиционным чеченским блогером Хасаном Халитова. В октябре он был якобы отравлен в миграционной тюрьме в Турции. В качестве доказательств Кадыровцы сняли постановочное видео с его телом в тюремной больнице. За имитацию собственной смерти Халитов получил 600 тысяч долларов. С нами на связи руководители проекта Адат Ибрагим Елголбаев. Ибрагим, приветствуем вас в эфире «Дождя». Здравствуйте. Спасибо, что нашли время, чтобы поговорить с нами. Ибрагим, видели ли вы ответ Тумсу Абдурахманову на вашу публикацию? Что вы можете сказать по этому поводу? Конечно, в большей части в этом видео все кошки спихивают на нас, потому что мы весь план их раскрыли, так сказать, про ту сумму, которую он говорит, 50 тысяч долларов. Мы и в своем прямом эфире, кстати, вчерашнем, рассказывали. Да, действительно, когда этот некий человек обращался к нам, сказал, что, мол, его братья, товарищи в опасности, и помогите нам, чтобы мы... Ну, сказал, что просто помогите нам, так как они находятся у резиденции Кадырова, Кадыров их держит. После этого мы ему предлагали несколько вариантов. В этих голосовых сообщениях, которых мы опубликовали, мы ему предлагаем с Тумсой связаться, с его братом связаться. Мы также звонили и Тумсу, и ему, брату, но они не отвечали нам, сбрасывали трубки, то есть не выходили с нами на контакт. И тогда все методы, испробовав, мы решили, ну, ладно, напишем пост, чтобы спасти этих ребят, потому что мы на тот момент не думали, что они Кадыровцы. Мы видели тот факт, что им доверят Хасан Халитов и Тумсу Абдурахманов, и предоставив все эти материалы, эти люди, мы тоже поверили, потому что к нам обращаются, ну, часто к нам обращаются за то, что их родственники похитили, чтобы им помогли. Мы помогли, их эти люди освободили из резиденции. И заметьте, кстати, ваш канал, другие СМИ, когда назвали в интервью, мы не давали комментарии к этому публикации, которую мы опубликовали, что он якобы Тумсу мёртв. Почему? Потому что этот пост был направлен именно на Кадырова, чтобы Кадыров отпустил тех людей, которые он держит, только ради этого. Когда он отпустил этих людей, мы связываемся с этим человеком и говорим, когда вы уезжаете из России, тот отвечает нам, мол, мы ждём деньги, потому что эти деньги надо, да, Тумсу, если мы не отдадим, он выйдет на связь, а наши семьи в Чечне находятся, в России и так далее. И потом мы говорим, что мы давайте уезжайте, мы должны это всё публиковать. На что? На Ватва 50 тысячи, вот спасибо и так далее. Окей, хорошо, но вы когда будете уезжать? Потому что мы будем это всё публиковать, так как люди должны знать. Люди, то есть Тумсу, который политическую партию типа создал, Хасан Халитов, они взяли деньги и приостановили работу, и это должны люди знать. И он мне тогда отвечал, мол, дайте время, месяц хотя бы, я всю семью вывезу, там, те люди тоже семьи свои вывезут, и тогда можете говорить. Вот, вот и всё, никаких авансов, которые получал Тумсу Абдурахманов, Хасан Халитов, никаких обговорённостей, даже тех голосовых, которые Тумсу обнародовал, мои с этим человеком, там же, я ему говорю, вы нас обманули, вы нам сказали, что надо спасти людей, надо спасти людей, так как не было времени, потому что Тумсу давал два дня этим людям, если вы за два дня основную сумму не отдадите, я выйду в эфир и тем самым подставить тех людей, так как с нами никто с ними не связывался, хотя мы им писали, так как у нас не было времени, только два дня. Мы поверили этим людям и написали пост, чтобы спасти их. И чисто из-за этого вот так он дал денег, всё. И ещё, кроме этого, хотелось бы... Сразу можете ли, пожалуйста, пояснить природу этих 50 тысяч долларов, которые вы якобы получили тоже? А через криптовалюту он просто перевёл, он и Тумсу обманул, переводил. Не про способ, за что, не знаю, почему вот вы решили тоже взять эти деньги? Ну, кстати говоря, когда они сказали, что мы всё ещё ждём денег, у нас для этого в этот момент был первый звонок, то есть в те голоса, которые мы обнародовали, когда он изначально к нам обращался, он обращался к каким поводам? Спасите наших людей. А потом что он нам начал говорить? Они ждут деньги и готовы умереть ради денег. Мы ждём деньги, нам деньги надо Тумсу отдать, там, своей семье и так далее. Мы тогда понимаем, что ничего себе. Эти люди нам сначала заявляли одно, потом заявляли, что готовы умереть ради денег. Если вы бы изначально сказали, что это всё планировали ради денег, то абсолютно никакого поста, наоборот, всё бы изначально мы обнародовали. И поэтому мы сказали, хорошо, окей, выводите людей, мы потом это всё будем обнародовать, спасать им. Это мы ещё тогда до конца не были уверены, что они кадыровцы. Мы потом узнаем, что они кадыровцы. Почему? Потому что они нам, мне, брату предлагали несколько, у нас есть голосовые, которые мы вчера опубликовали, несколько миллионов долларов, чтобы то же самое, в кавычках, инсценировать смерть, но на сей раз им надо лично присутствовать. И это надо провернуть в Украине. То есть, понимаете, они хотели дойти до нас, чтобы там, я не знаю, то есть реально участвуя, в кавычках, в инсценировке, то есть до этого у Тумсо, у Халитова они туда не ехали, а тут, видите ли, они решили лично присутствовать. Да, вот я бы хотел всё-таки уточнить у вас. Получается, что и вы взяли деньги, и Тумсо взял деньги, якобы. Во-первых, я скажу, что мы обращались и к Тумсо, писали в мессенджер по тем контактам, которые у нас есть, но сегодня не получили ответа. Но вот, тем не менее, вот в этой ситуации, которая сложилась, Тумсо говорит, например, что он обвёл Рамзана Кадырова вокруг пальцев. Деньги есть теперь Кадыровские, и все живы. Он опубликовал ответ на вашу публикацию. И вот я сейчас зашёл на его YouTube-канал. Две недели назад было видео, месяц назад, и ещё одно месяц назад, когда он опубликовал видео о своём возвращении. Вот сейчас в этой ситуации какая у вас основная претензия к Тумсо Абдурахманову? Потому что он взял деньги. Он в декабре взял деньги. А вы же тоже взяли деньги. Ну, мы-то взяли деньги. Мы не приостановили, во-первых, работу. Мы не взяли деньги за то, чтобы написать этот пост. Мы предлагали разные варианты. В тех голосовых, которые мы говорим Башира, давай так сделаем, так сделаем. Мы разные варианты предлагали. Так как мы их спасли, нам присылают пожертвования. Наши организации присылают пожертвования за то, что мы помогли им, спасли их и так далее. Мы помогаем своему народу, народ помогает нам. Ничего тут такого нету. То, что они из-за того, что мы спасли их людей, прислали деньги и всё. А там с Халитовым, с Тумсо, они изначально договорились. Вот вам деньги. Тумсо дали миллион сто тысяч в итоге. Вот вам деньги на время прекращайте работу. И они прекратили работу. Они прекратили работу. Когда похищались их родственники, когда мы все отрубили, что-то делали, они не прекращали работу. А когда деньги получили, прекратили. Понимаете, в этом и есть та претензия. Не только наши, да в целом большинство. Почему, взяв деньги, прекратили работу? Хасан Халитов до сих пор не уходит на связь. Хотя, когда получал деньги, отправлял, на связи бывал. Ибрагим, а не могли бы вы, пожалуйста, пояснить, что значит прекратили свою деятельность? Вот несколько видео были опубликованы на YouTube-канале. Тумсо, как я уже сказал. Вот я сейчас зашел в его Telegram-канал. Тут тоже есть посты за апрель месяц. Или вы имеете в виду, что вот эта история со снировкой долго скрывалась от общественности? Имеется в виду, временно прекратили, понимаете? То есть у них был договор изначально полтора месяца. Полтора месяца, всё, ты прекращаешь работу, не выходишь на связь, столько-то тебе денег. Окей. Он не только полтора месяца, он почти там три месяца, только 21 февраля, да? Там 10 дней до того, чтобы три месяца было. После этого он даже и не объяснял, почему он пропадал и так далее. Мы до сих пор ждали, вот сейчас объяснит и так далее. Они не объясняли, потому что нас же спрашивают, почему вы написали пост об инсценировке убийства, то есть об убийстве Тумсо, почему вы написали пост и так далее. Мы ждали, что Тумсо объяснит, либо Хасан объяснит. Они не объясняли, а тем временем эти киллеры хотели до нас дойти. И когда эти киллеры поняли, что мы не купимся, имеется в виду, мы предлагали им давайте в Литву, потому что мы хотели тут их уже там властям и так далее, чтобы их задержали. Они всё слились полностью отсюда, удалились. После этого Тумсо начинает активно закидывать какие-то видеоролики и всё. То есть мы понимаем, что всё понятно с вами, весь материал собрали и опубликовали. А скажите, пожалуйста, Ибрагим, возможен ли какой-то вариант примирения с Тумсо? Не знаю, ваши общие комментарии, объяснения всего произошедшего. Всё-таки, по крайней мере, до всей этой истории вас объединяло то, что вы оба критикуете режим Рамзана Кадырова, его власть в Чечне. Даже не то, что критикуем Кадырова. Я когда в 2017-2016 году, находясь в Чечне, когда в то время вёл паблики, я писал про Тумсо, когда он был в Грузии, когда его преследовали. Не то, что из-за того, что Кадырова объединяло, много чего объединяло. И Хасану ему помогали, когда он из Грузии в Турцию уезжал и так далее. Но когда человек оставляет какие-то свои базовые принципы, там, из-за денег прекратить свою работу, хоть и временно, хотя бы даже на один день. И я не знаю, когда оставляет человек базовые свои принципы, я не знаю, какое тут примирение должно быть. Тем более Тумсо знал, что они Кадыровцы, что они какие-то мутные люди. Он в своём разговоре с Баширом, он говорит, я тебя знать не знаю, а ты для меня никто. К Тумсо, зная, что это какой-то, как минимум, подозрительный человек, и что он какой-то Кадыровец, Кадыровский киллер, посредник, он даже не соизволил меня предупредить, что это есть такой-то человек, Ибрагим, подожди, мы тут что-то делаем. Он даже не предупредил, даже не отвечал на наши звонки, понимаете? Он подставил нас в опасность, потому что эти киллеры, ещё раз, мы вчера обнародовали эти аудиозаписи, он предлагал нам миллионы, чтобы они смогли приехать сюда, в Украине, точнее, приехать, и там якобы инсценировать смерть. Это ещё мы, мы ещё думаем, это как так, с Арсаном у вас не получилось, с Тумсо не получилось, это вы всё проделали ради чего? Ради того, что додаст добраться? Тут несколько вариантов. Ну, что ж, да, Ибрагим, спасибо, запутанная всю же история, надеюсь, вы как-то разберётесь. Ещё раз скажу, что мы обращались к Тумсо, но сегодня не смогли получить ответ от него, а это был Ибрагим Юнгулбаев, руководителя проекта АДАТ. Идём дальше. Ибрагим Юнгулбаев.